Приветствую вас, вы знаете, начать свой ответ, мне бы хотелось с того, что вы немножечко, вот, не в тот раздел поместили свой вопрос, значит, у вас, смотрите, у ребенка есть проблема с ручкой, значит, как я понял, она не разжимается, да, причем это правая рука, и, как я понял, больше никаких проблем у ребенка нет, то есть, проблема только в ручке, но вы об этом, в принципе, не написали, то есть, только ли в этом проблема, да, вот, но в любом случае, в любом случае, я бы рекомендовал вам, вот, именно с начала, с начала обратиться все-таки, наверное, больше именно к медикам, медикам по, хотя бы, вот, ну, в том режиме, да, в каком вот вы к нам обратились, хотя бы, это оно будет, ну, как-то вот, ну, более полезно, что ли, вот, значит, это первое, значит, что касается второго, значит, значит, вы написали психологам, и, значит, как психолог я должен сказать, что действительно есть подавление на психосоматику, вот, но психосоматика диагностируется не, ну, психосоматика, она диагностируется не врачом, то есть, не врачом-медиком, да, психосоматика диагностируется врачом, именно психотерапевтом, в первую очередь, и поэтому, если вы, ну, вот, считаете, да, считаете, что у вашего ребенка, это действительно что-то связанное, вот, с психосоматикой, кстати, психосоматику нужно нужно идентифицировать еще, то есть, я имею ввиду, психосоматические расстройства, они не возникают на равном месте, у них всегда есть причины, и эти причины нужно обязательно проработать, в первую очередь, с вами. Во-вторых, ребенку нужно показать психосоматику, как я уже сказал, или психиатру. Естественно, ему об этом не говоря, да, то есть, можно пригласить специалиста хотя бы на дом, и, собственно, с ним попробовать данную ситуацию проработать. Вот, значит, далее, далее, значит, ребенку необходимо проанализировать социальную ситуацию, в которой ребенок находится, и определить травмирующие факторы. Дело в том, ага, дело в том, что травмирующие факторы, они определяются не сразу. Травмирующие факторы, а именно в них кроется причина психосоматического расстройства. Травмирующие факторы выясняются и прорабатываются отдельно. То есть, это такой вот процесс, ну, знаете как, это такой вот процесс, ну, скажем так, отдельно. А, значит, само расстройство, это уже физиологический процесс. И там требуется свое вместительство. Может быть, это неврология. И тогда, соответственно, вам, ну, я надеюсь, вы понимаете, требуется уже к неврологу обращаться. То есть, дело не столько в диагнозе, на мой взгляд, сколько, в первую очередь, в симптомах. То есть, какие симптомы? И какие у этих симптомов, да, проявления, какая динамика у этих симптомов? И вот, если вы все вот это как-то, ну, для себя хотя бы определите, да, если все вот это вам будет, ну, более-менее понятно, известно и так далее, то тогда уже вам самой будет ясно, куда двигаться дальше. А пока у вас, я в принципе понимаю, нету, нету диагноза, нету вообще какого-либо понимания, что происходит и так далее. А дальше-то, кстати, в какого момента все это началось? Да, это ведь, точно, знаете, очень, ну, очень важный момент. То есть, в какого момента это все у вас началось? А какие были предшествующие этому обстоятельства, что ребенок пережил и так далее, и так далее, и так далее. Все это нужно анализировать. Поэтому вы на самом деле старайтесь сейчас не паниковать, а последовательно, значит, целеустремленно обращайтесь к градным врачам, можете даже к эзотерикам обратиться. Я думаю, что хуже в любом случае от этого не будет. Если вы правильно, конечно, подойдете к вопросу, именно правильно подойдете к вопросу, это вот нужно понимать, что правильно пройти к вопросу, это значит все-таки понимать, чего вы хотите от эзотериков, чтобы все-таки не было такого, например, что вы на них там, допустим, взваливаете через-чересчур много. Это вот тоже плохой, плохой момент, плохое направление. Вот. Ну а так, я думаю, в первую очередь в медицинский раздел вам нужно вопрос пренаправлять и более подробно рассказать историю того, что произошло там, в медицине. И уже там, в разделе медицины, вам, я думаю, будут говорить диагнозы, и исходя из того, что вы расскажете, может быть, лучше будет, если вы дадите какой-то краткий анамнез того, что с вашим ребенком происходит. Вот за это вы сказали, то вам будет поправлен диагноз. Ну, поймите, что ничего без плечи не бывает, и то, что диагноза нет до сих пор, это не значит, что его нет, просто может быть, или несколько симптомов, несколько заболеваний, которые смазывают общую картину болезни. Или это редкое заболевание, и, например, симптомы привычные, да, просто-напросто не вписываются в то, чем врач реально имеет дело. И тогда вам просто нужно найти человека, который мыслит, мыслит более широко, чем, ну, чем калик-калик. То есть не значит, что человек плохой, не значит, что человек как-то недалекий, непрофессионал, нет. Это именно мыслящий более широко человек. Как вы понимаете, это достаточно разные вещи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы ко мне по психологии, пишите, пожалуйста, в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи, а также удачи вашему ребенку с Новым годом, чтобы все у вас и у него было хорошо. Спасибо. Спасибо.